МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это событие произошло 20 июля 1969 года. В 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля Аполлон-11 коснулся поверхности Луны. Еще через 6 часов откидная дверь открылась, и по титановому трапу на грунт спустился человек. Это был Нил Армстронг, командир корабля. 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олгрин. Астронавты установили флаг США, а затем начали собирать грунт. Все это время Армстронг и Олгрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия. Вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил, что за ними кто-то наблюдает. На Земле попросили подробностей. Но тут связь прервалась, а загадочные объекты ушли за горизонт, на обратную сторону Луны. То есть туда, откуда они и появились. По возвращении на Землю экипажа Аполлона, этот инцидент был засекречен, но не предан забвению. Когда мы смотрим на Луну, то всегда видим один и тот же образ. Это происходит в результате того, что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника. Поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной. Что находится на другой, обратной и невидимой с нашей планеты, всегда было одной из самых таинственных загадок. А после первых попыток заглянуть за лунный горизонт, все вдруг стало самым большим секретом. Что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие? Версия немало. Первая версия – темная сторона Луны обитаема и живет там в особых поселениях, покинувшая когда-то нашу планету, древняя цивилизация. Согласно второй гипотезе, там кладбище космических кораблей пришельцев. Третья легенда гласит, что на темной стороне расположена военная база инопланетян, где идет подготовка к вторжению на Землю. Естественно, о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти, то есть начиная с 60-х годов. Первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны, они как-то мало задумывались, потому что как мало задумывается человек о локте, который не может укусить. И вот только когда поставлена задача, только тогда люди и стали спорить о том, что там происходит. Некоторые историки, отставные офицеры секретной службы США, утверждают, что помимо традиционных атрибутов власти, каждый американский президент, впервые вступающий на свой пост, получает для ознакомления специальный и, пожалуй, самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется «Книгой тайм». Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе «Розуэлл» в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием «Зона 51», где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтению книги «Тайн» президенты торопятся посетить таинственную базу. «Неужели все так?» Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смерконеж. Президент ответил черной шуткой. «Я бы рассказал, что написано в книге «Тайн», но тогда мне придется вас убить». Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос, над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин кроме лунного грунта предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но, видимо, у них была причина молчать. И прежде всего молчать о том, какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать, что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. «Самое реалистичное предположение, для чего можно искать на обратной стороне Луны, заключается в вполне логичном представлении о том, что именно на этом месте может располагаться, причем абсолютно безнаказанное, абсолютно без какого-либо риска, любая база или город, или место, базирование, все, что угодно, не имеющее отношения к нашей цивилизации». С тех пор, как человек появился на Земле, Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней-покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров, то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями, на которые влияют как притяжение нашей планеты, так и притяжение Солнца. В зависимости от того, насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам, или насколько далеко удаляется, меняется уровень прибрежных вод морей и океанов, так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения, конечно, телескопа, когда уже худо-бедно там стали рассматривать объекты, открыли, что на Луне есть горы, долины, и вот стали говорить, распускать такие легенды о том, что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа, похожие на людей, ну и, соответственно, фантазия людей 18-го, 17-го века, ну, наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. На самом деле мнение, что наш спутник обитаем, было широко распространено еще в глубокой древности. Предполагалось, что селениты, то есть жители Луны, ведут точно такой же образ жизни, как и земляне. А пифагорейцы утверждали, лунные растения гораздо красивее, а животные там в 15 раз крупнее наших. Древнегреческий философ Плутарх писал, «Как бы то ни было, но на Луне могут жить какие-нибудь существа». На Руси тоже считали Луну обитаемой. Причем, по мнению древних русичей, селениты – это никто иный, как сами земляне. Когда-то существовала легендарная цивилизация на Русском Севере, и называлась она Гиперборея. Гиперборейцы обладали уникальными технологиями, позволявшими им перемещаться по воздуху. И когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба, а по другой версии простые жители Гипербореи погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю, оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум – на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались. Ну, прежде всего, это у каждого народа свои были легенды и предания. Ну, было что-то исходное. То есть, были предания, что уставшие боги, причем это зародилось одновременно и у эллинов, потом у римлян, у китайцев, что уставшие боги, надоели им люди, и они ушли, именно скрылись на Луне. Была и такая версия, разновидность греческих и римских мифов, что именно там обитают боги. Интересно, что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить, и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи. В 1645 году чешский астроном Антамин Рейта, впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли, сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных, и людей, и растения. И только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег, что на Луне нет условий для жизни подобной земной. Но зато там наверняка обитает никто иной, как сам дьявол. Ну, доказывали, вот почему там волк водит на Луну, почему так животные в полнолуние ведут себя, а почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолунии. Потому что Луна это был в представлении средневекового человека, это некое вот страшное такое исчадие греха, скопище каких-то черных, темных сил, вот который воздействует на человека. Еще один любопытный факт. В 1840 году директор Национального музея в Стамбуле Халил-Этхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом Дворце Султанов и обнаружил там древний атлас, сделанный на коже газели и свернутый в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Автора карты достаточно быстро определили. Это был никто иной, как знаменитый адмирал военного флота Атаманской империи и член географического общества султаната Пирирейс, живший в первой половине 16-го столетия. Но географические очертания континентов, изображенные на атласе, были явно из совсем другой эпохи. Рисовали Антарктиду такой, какой она была до покрытия ее льдом. И не только Антарктиду, но и в великолепной точности отразили восточное побережье Южной Америки. То есть намного лучше, чем это сделал Магеллан столетиям спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован Пирирейсом с некоторых совсем древних исходных изображений Южного полушария Земли. Время их появления неизвестно, но точно задолго до Рождества Христова. При этом, как выяснилось позже, нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли. Например, с ближайшей опорной орбиты нашей планеты. Неужели карту рисовали из космоса? Чтобы проверить это предположение, исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора. И вдруг ученые обращают внимание. В определенном ракурсе очертания части Южного полушария Земли в точности совпадают с картой Пирирейса. Дальнейшие вычисления шокировали исследователей. Так скопировать на бумагу берега Африки, Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны. Но кто и каким образом был способен это сделать? Неизвестно. Также непонятно, как эти, если так можно выразиться, карты Африки, Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю. В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия. Луна имеет искусственное происхождение. Это очень древний космический корабль, специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации. Под лунной корой, защитной оболочкой толщиной в десятки километров, якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров, где имеются атмосфера и различные технические устройства. Уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится, что там проводятся различные исследования. Ну, понятно, это одна версия, другая версия, что все-таки Луна – это природный объект, но просто его использовали инопланетяне, устроив там свою базу, чтобы им не мешали люди. Вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969-го, когда астронавты Армстратранг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто. Кристофер Крафт, в прошлом директор НАСА, после того, как оставил свой пост, передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку. Это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами, сделанная в Хьюстонском Центре управления полетами именно во время лунной миссии Аполлона-11. Вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык. Астронавт Армстронг почти в панике сообщает с Луны. Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет. Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнений. Центр в Хьюстоне. Что, черт возьми, у вас там происходит? Астронавт. Они здесь, под поверхностью. Центр в Хьюстоне. Кто это они? Астронавт. Я говорю, что здесь другие космические корабли цилиндрической формы. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Центр в Хьюстоне. Можете ли вы заснять что-нибудь? Астронавт. У нас больше нет пленки под рукой. Центр в Хьюстоне. Восстановите контроль. Они перед вами, астронавт. Они приземлились здесь. Они здесь. И они наблюдают за нами. Далее пошли шумы, что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи. Можно считать эту пленку фальсификацией. Но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт. Все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям. Из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы. Это было самое необычное сообщение, которое повергло в шок специалистов Центра управления полетами. Эта фраза естественно убедительно говорит о том, что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме, где кишит жизнь. Я не только допускаю, я убежден, что безусловно очень много непонятного, очень много аномального бросалось в глаза и американцам, и операторам наших луноходов. Естественно, что инцидент, произошедший с Армстронгом Олдрином на Луне, был засекречен. В то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции. Было официально объявлено, что на Луну отправятся Аполлоны с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Причем космические корабли с огромными ракетами-носителями Сатурн для них были уже готовы. Экипажи укомплектованы и новые места посадок на Луне выбраны. И вдруг вся американская лунная программа, в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов, внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений. Подготовленные для этого пять огромных ракет-носителей были демонтированы. Также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты. Однако в прессу стала просачиваться невероятная информация. Некий американский военный летчик Уильям Рудлидж в 1990 году переехавший в Руанду заявил, что никакой остановки лунного проекта не было. Полеты продолжились и корабли под номерами 18, 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну. Но эти экспедиции строго засекретили. Более того, Рудлидж утверждал, что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона. По рассказу этого засекреченного астронавта на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения, изготовленный полтора миллиарда лет тому назад. Объект потряс людей своими гигантскими размерами. Почти 5 километров в длину. Корабль имел сигарообразную форму. Возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции, которые космонавты назвали городом. В самом монопланетном аппарате члены Аполлона 20 обнаружили следы неизвестных органических растений, а также тела двух гуманоидных существ, причем одно из них женского пола. На лице и руках женщины были странные устройства, напоминающие портативные приборы навигации. Любопытно, что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились, словно их подвергли бальзамированию. Образцы тканей и конструкции корабля были отправлены на Землю. Бывший работник НАСА Кэн Джонстон, работавший в лунной программе Аполлон, в результате исследований также подтвердил, на Луне есть города. НАСА знает, что астронавты обнаружили эти древние поселения, а также неизвестные машины с передовыми технологиями, которые способны управлять гравитации. Но космическое агентство приказало закрыть информацию, и он был вынужден долгое время молчать. Но почему вдруг более чем сенсационное открытие, сделанное астронавтами на Луне, попали под гриф секретно? И не просто, а совершенно секретно? Если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами, безусловно, человечество надо подготовить к этому и подготовить непросто. Это не пропагандистская машина, которая за один день, даже за год заработает. Тут действительно нужны десятилетия, чтобы понять, как это преподнести человечеству. И подготовка человечества к тому, что на Луне есть что-то необычное, уже идет. Вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года. На брифинге в Национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в программах изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне. Так, в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение, накрытое прозрачным куполом. Купол выполнен из материала, похожего на стекло пластик или хрусталь. И имеет странную особенность. Он сияет изнутри голубым светом. Кроме этого, исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли. Например, такую. В 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта, находящегося в центральном заливе Синус-Медиа. Фотообъектив запечатлел гигантский высотой 11 километров холм с несколькими башнями, поднимающимися над поверхностью Луны. Можно предположить, что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава. Эта порода распространена на Луне так же широко, как и на Земле. На Луне, наверное, как кто-то живет. То есть, там есть базы, которые нам известны, которые, может быть, находятся в каком-то зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами. Недаром же сотрудники НАСА недавно еще раз сообщили, что скорее Луна повернется к нам обратной стороной, чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну. Не дождетесь типа. И еще. После закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун, конструктор немецких, а впоследствии и американских ракет, заявил, на Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Скажу лишь, что математику не обмануть. Фон Браун имел в виду силы, изменившие траекторию одной из его лунных ракет. Может, от того предупреждения Барака Обамы, то тогда мне придется вас убить, звучит совсем не шуточно. И связано в первую очередь это с тем, что происходит на Луне. Не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра, следящим за нами. И все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников, а также слухи и легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны пока еще не доказаны. И они не могут быть доказаны или опровергнуты, пока мы не возобновим космические экспедиции. Конечно, новый полет на Луну не станет гарантией того, что вся информация будет раскрыта. Тем не менее, будем ждать и верить, что контакт все же произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok